Игорь Яковленко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Игорь Александрович, конечно, хотел бы начать наш разговор. Это судьи с Курской области. Уже фактически вторая неделя пошла с операции в Курской области. Уже официально военно-политическое руководство Украины комментирует эту ситуацию. Владимир Зеленский говорит о тысяче квадратных километров. Говорят о том, что 74 населенных пункта не контролирует Россия. Сначала, Игорь Александрович, можно было бы сказать, что не увидели, не поверили, что могут наступать. Но уже прошла вторая неделя операции в Курске. И дальше ничего могучий Путин сделать не может. Повторюсь, если сначала можно было это считать как неожиданность, но уже скоро 10 дней. И ничего не могут сделать. Вы не считаете, Игорь Александрович, что это как раз прекрасно показывает, насколько не может дать себе раду Путин в своей стране, на своей территории? Ну да, это действительно, во-первых, это была неожиданность. Во-вторых, было понятно, что Путин не в состоянии адекватно отвечать на какие-то вызовы. То есть, ну вот такое вот лобовое столкновение, лоб в лоб, когда две армии, российская и украинская, упираются на какой-то территории, ну то да, тут, в общем-то, сказывается преимущество в численности, преимущество в количестве вооружений, в технике. Ну и прежде всего преимущество в количестве личного состава сказывается. И действительно, там российская армия при таком лобовом столкновении, имея существенное преимущество в ресурсах, она так медленно-медленно передавливала на протяжении последних нескольких месяцев. Ну а в ситуации, когда происходят вот такие неожиданные удары, так сказать, которые требуют реакции, требуют, так сказать, нестандартного мышления, в этой ситуации Путин теряется, и мы видим, как он начинает производить хаос, он начинает производить хаос управленческий, потому что он начинает поручать борьбу с этим неожиданным ударом, вместо того, чтобы действительно бросить на это каких-то генералов, которые хоть что-то понимают в военном деле, и какие-то воинские части, вместо этого он объявляет контртеррористическую операцию, как будто речь идет о какой-то, каких-то, так сказать, террористов, кучке террористов с гранатами, которые взяли заложников, и необходимо их просто обезвредить. Значит, бросает на это ФСБ сначала, ну, который явно, что такое ФСБ против украинской армии, конечно, не в состоянии каким-то образом решить эту проблему. Назначает сначала ответственным за противостояние, значит, на украинской армии Бортникова, потом, значит, после того, буквально через несколько минут, после этого назначает ответственным за эту операцию по выдавливанию, как Путин назвал, украинской армии с территории Российской Федерации, назначает ответственным Дюмина, который никаким полководцем тоже не является. То есть, на самом деле, это обстоятельство, тем более, что Дюмин должен командовать подразделениями российской армии и ФСБ, к которым он не имеет никакого отношения. То есть, это управленческий хаос. Толком не могут даже сформулировать, так сказать, что происходит, называет это какими-то странными вещами, говорит все время о какой-то ситуации, которая сложилась. То есть, такое ощущение, что это вот просто, ну, вот такая вот, как бы, рядовое какое-то событие. То есть, не в состоянии просто сформулировать даже, что происходит. Значит, помимо этого, мы видим, что непонятно, что делать с населением, которого уже 120 тысяч жителей Курской области находятся в бегах, то есть, бегут, значит, со своих мест. Это огромное количество. 120 тысяч человек беженцев. И вместо того, чтобы действительно как-то серьезно отнестись к их судьбе, их начинают направлять на оккупированные территории, в Запорожскую область, откуда им тоже придется вскоре бежать. Ну, то есть, Путин начинает хаотизировать ситуацию, и, в общем, он действительно не справляется с каким-то адекватным ответом. Так что, вот в этой, вот как раз в таких критических ситуациях видно то, что Путин, в общем-то, человек не способный руководить государством. Но вот это проявляется, как правило, в таких стрессовых ситуациях. А Путину, на самом деле, настоящий стресс. Путин нервничает. Мы видели, в каком состоянии он был, когда он проводил совещание. У него тряслись руки, он, так сказать, не мог сосредоточиться, он нервно, так сказать, потирал ладонями. Ну, то есть, было видно, что человек действительно не справляется с ситуацией, не контролирует ситуацию. Да, Игорь Александрович, вы вспомнили о том, что ввели в трех областях КТО. Путин на собрании говорил, контртеррористическая ситуация, киевский режим и обстоятельства. Но он никак не называл военные действия. Что интересно, вот на оккупированных и аннексированных территориях он быстро ввел военное положение и в военном положении проводил выборы. А здесь, в Курске, тоже боевые идеи, вся область, да, стрельба, ракеты, весь арсенал и здесь КТО. Как это понимать? И как это понимать жителям Курска, если просто КТО? Вот все бомбится, все горит, пол области не контролируется, пол под огнем, половина еще где-то есть, но отходит. Но здесь просто КТО. Ну, вы знаете, это вот этот вот мертвый язык, как одна из антропологов назвала некрояс. То есть не новаяс, а некрояс. То есть мертвый язык. Значит, попытка, что называется, заговорить слова. Также, ну вот, вместо взрыва говорят хлопок, вместо, значит, там, спад, говорят отрицательный рост и так далее. То есть попытка, значит, не называя, не называя это явление, пытается таким образом, что называется, заколдовать его. Скрыть это явление путем его переименования. Но это, в общем, такая достаточно старая болезнь у российской власти. Ну, и не только у российской, но, тем не менее, у российской власти это проявляется особенно остро. Пытаться, так сказать, с помощью вот такого вот заговаривания проблемы, вместо того, чтобы назвать эти вещи своими именами, вот попытка, так сказать, как-то скрыть за завесой вот этих мертвых слов реальную проблему. Ну, в результате, в общем, ничего из этого, конечно, не выходит. И, в общем, проблема никуда не девается. И в конечном итоге она все больше и больше обостряется. И в конечном итоге начинает просто-напросто тянуть на дно, в том числе и тех, кто пытается это все скрыть, завуалировать. И, значит, вместо решения проблемы делает какую-то попытку заболтать ее. Так что, ну и в данном случае понятно, что речь идет о войне, хотя Путин все время пытается избежать этого слова, хотя все уже понимают, что идет война. Да, Игорь Александрович, я не знаю, какая изначальная цель операции. Точно известно, что официально военно-политическое руководство моей страны говорит, что нам не нужны чужие территории, мы не занимаемся захватом территорий, это временно контролированная территория. Но вам не кажется, что также этот наступательный процесс, операция Курская, она также должна показать и партнерам, и союзникам Украины, что не нужно бояться Путина, тем более не нужно бояться именно с точки зрения ядерного государства и ограничения Украины действовать оружием западным, там и Хаймерс, и КМС, и другие, что, мол, вот смотрите, дайте нам волю действовать, мы хотим сами свою территорию забрать законную, и это мы можем сделать, и не нужно бояться Путина. Вот может ли Запад изменить подход и изменить свой страх перед Путиным и ядерным государством? Вы знаете, одно, один из очевидных эффектов, который, один из очевидных положительных результатов, которых Украина уже добилась этой операции, это то, что эта операция не вызвала ни малейшего сомнения у западных партнерах. Было полное одобрение, то есть и со стороны Соединенных Штатов Америки, и Байден высказался достаточно позитивно относительно этой операции, и в Европе тоже отнеслись к этой операции с одобрением. И, в общем-то, использование западной техники в этой операции тоже было воспринято как должное, как норма. То есть известно, что и Хаймерсы участвовали в этой операции, и уничтожение танковой колонны, например, это осуществлялось украинскими войсками с помощью именно Хаймерсов. И участие леопардов тоже немцам не очень понравилось, как немецкие политики отреагировали на это, сказав о том, что что тут такого, мы же передали Украине леопарды, теперь это не немецкие, а теперь это украинские леопарды, поэтому они имеют полное право их использовать так, как считают нужным. И я думаю, что, в принципе, есть движение определенное в ту сторону, чтобы были отменены эти странные, я бы сказал, преступные ограничения на удары украинскими войсками, удары западным оружием по территории России. Движение в эту сторону совершенно очевидно есть, и я думаю, что эта отмена, мы ее в самом ближайшем будущем увидим. И вот эта операция, она существенно сдвигает, в том числе, и западное общественное мнение. Вообще, один из важных эффектов, помимо других положительных эффектов, которые уже сказываются как результат этой операции, безусловно, изменение общественной атмосферы. Это уверенность, которая, уверенность и позитивный настрой в украинском обществе, в украинских вооруженных силах. Это, безусловно, изменение в целом отношения в западном обществе, которые увидели, и в западных политиков, которые увидели, что Украина может побеждать. Убедились в этом. И мне кажется, что это очень важно. Ну и определенная растерянность в российском обществе, она тоже присутствует. Это тоже очень хорошо для будущей победы Украины. Да, Игорь Александрович, и еще один нюанс. Вы не раз мне говорили, что не нужно руководствоваться логикой, когда мы говорим о Путине, о его действиях. Но все же, мы привыкли, да, что если что-то случается, какие-то катаклизмы в какой-то стране, официальные лица, первые лица переносят, да, все свои встречи, и потому что нужно сосредоточиться на том, что в твоей стране. Здесь Россия, Курская область, атака ВСУ, по Курской области, я уже повторяюсь, не контролируется. А Путин спокойно с лидером Палестины Махун Дабасом встречается и говорит о чем-то непонятном. Это безразличие, это он пытается не поднимать этот вопрос, потому что проблемный. Или, говорю же, или все же ему абсолютно все равно, что там в Курской области? Вы знаете, для Путина вообще очень характерно полное отсутствие, полное отключение от актуальных каких-то событий, от проблемных событий. В нужный момент его никогда не оказывается на месте. Ну вот недавно так уже очень многие рифмовали, поскольку недавно произошло, вот, так сказать, была годовщина трагических, трагической гибели 118 моряков на подводной лодке Курск, то уже говорили от Курска до Курска. И как раз тогда Путин, вот эта особенность Путина, его полное отсутствие сочувствия к людям, эмпатии к ним, и полная, такая удивительная особенность отсутствовать в нужное время, тогда, когда он нужен где-то, он в этот момент находится где-то в другом месте. Тогда он категорически отказывался отменять свой отпуск, прерывать свой отпуск и присутствовать на месте этой трагедии, имеется в виду трагической гибели атомной подводки Курск. И вот сегодня он тоже, так сказать, отстраняется от этой проблемы. Путин не любит принимать участие в событиях неприятных. То есть это вот такая, с одной стороны, отсутствие эмпатии, а с другой стороны, такая трусость, попытка отгородиться от неприятных событий. И ему с Махмудом Аббасом гораздо приятнее общаться, чем решать проблемы Курской области. Проблемы, действительно, которые требуют какой-то адекватной реакции. Но на самом деле, конечно, сейчас это на пользу Украине. То, что Путин хаотизирует процесс, принимает управленческие решения, которые на самом деле идут, безусловно, на пользу Украины. Так что сейчас эта особенность Путина, она, в общем-то, создает дополнительные преимущества вооруженным силам Украины. Уже очевидно, Игорь Александрович, что Путину нужно искать где-то резервы. И издания от Института изучения войны, идем к Блумберг и другие издания, говорят о том, что перебрасывание с юга, то перебрасывание с Волчанского, харьковского направления. Но вот уперся Путину, и так видим, что с Донбасса перекидать, перебрасывать силы он не имеет намерения. Я так понимаю, что для него важнее это убивать и продвигаться, нежели защищать саму Россию. Но и, конечно же, появилась информация, Белсад Вести, новости, или как они называются, говорят, что опять он просит оружие, которое в свое время дал Лукашенко. Но если в 22-м году ему давали, Беларусь Лукашенко давал со складов оружия, то сейчас на складах уже нет боеприпасов, нет танков, нет вооружения, и он практически снимает своей армии. Лукашенко берет белорусскую армию и отдает российской армии. Насколько все плачевно в военно-промышленном комплексе потенциали России, что вот такие вещи, нету где брать резервы, нету где брать оружие? Вы знаете, во-первых, я хотел бы отреагировать на первую часть ваших слов, когда вы говорили о том, что действительно был расчет. Я так думаю, что одна из целей вот этой вот операции в Курской области была заставить Путина снять, так сказать, значительную часть своих войск прежде всего с Донецкого направления, где, в общем-то, Россия наступает. Ну, это операция действительно привела к многим положительным результатам, но вот здесь такого вот результата не было достигнуто. Да, он снял некоторое количество войск, и наступление замедлилось, но, ну, скажем так, этого явно недостаточно, явно, так сказать, ну, скорее всего, все-таки украинское военное и политическое руководство ожидало несколько здесь большего эффекта. Ну, в конце концов, это тоже неплохо, потому что это означает, что Украина может развивать успех в Курской области, и что она, собственно говоря, и делает. Что же касается резервов, прежде всего, боеприпасов, то, видимо, у Путина все-таки расчет на Северную Корею, расчет на Иран, ну, и на собственное производство, которое пока еще все-таки позволяет справляться с этим кризисом. Но кризис, очевидно, есть, так что с резервами у Путина явная проблема. Ну, вы знаете, я бы не стал преувеличивать, вот, значит, на сегодняшний момент истощение резервов Путина, они пока еще есть. И пока еще Путин может воевать, привлекая, так сказать, вот и свои собственные ресурсы, и ресурсы тех своих, ну, главных двух союзников Ирана и Северной Кореи. Еще, Игорь Александрович, если говорить о ресурсах и живой силе, да, прекрасно мы понимаем, что на войне в Украине вот мясо, которое бросается, штурмы, мясные штурмы, это уже ни для кого не секрет, а о них уже все знают, но нужно где-то брать людей. Чего-то там их научить, да, и как-то брать оружие, хотя бы бежать вперед. Блумберг пишет, что октябрь-ноябрь все-таки Путин может решиться объявить мобилизацию. Они, конечно, не пишут частичной мобилизации, каким образом, но как вы считаете, Игорь Александрович, то, что нуждается Путин в резервах, это да, но как он это сделает? Будет ли оглашена частичная опять мобилизация, как в 22-м году, и были проблемы тогда, мы помним, да, потому что много людей убегало, много людей искало пути не идти в армию? Или все же он будет как-то поднимать премиальные, вот как в последний раз? Я думаю, что второй вариант более предпочтительный для Путина, потому что, ну, практика показала, что пока еще, так сказать, можно эту проблему решать деньгами. Значит, ну, а как известно, такая циничная поговорка, если проблему можно решить деньгами, это не проблема, это затраты, и Путин пока на это идет, то есть сейчас уже все дошло до совершенно космических цифр, там уже и 2,5 миллиона платят за контракт, так что, я думаю, что пока еще вот ресурс наемничества здесь в российских, в российской армии существует. Что же касается мобилизации, то Путин не случайно пытается уйти от этого от этого шага, потому что мобилизация осенью 2022 года, частичная мобилизация, ну, это тоже такая лукавая формулировка, что значит частичная, значит, гребли всех, до кого могли дотянуться, вот, она показала, что действительно было 300 тысяч человек мобилизовано, при этом свыше миллиона, тут же сбежала за границу, и а какое количество спряталось от мобилизации внутри страны, толком оценить не может никто, скорее всего, это несколько миллионов человек, поэтому я думаю, что на мобилизацию Путин все-таки постарается не пойти, и постарается все-таки продолжать решать эту проблему, проблему деньгами. Да, и также, Игорь Александрович, вам не кажется, что Курская операция опять-таки показала всю неспроможность воевать в условиях войны, это кадыровцы, опять, вот, отряды Путина, отряды Кадырова, как бы они там не кричали, как бы Алаудинов не говорил, что, ну, мы просто разошлись по пути с ВСУ, мы шли их там отстреливать, убивать, но как-то очень большая Курская область, мы шли вот сюда, они пришли вот туда, и очень много появилось кадров пленных, именно кадыровцев, а мы прекрасно знаем, что, как говорил Кадыров, что чеченцы в плен не сдаются, но опять в большую лужу сели кадыровцы, и вот, вообще, вот говорят, что более двух тысяч пленных, это почти полк, это тоже большая история провала этой операции со стороны России. Ну, прежде всего, вот эта операция показала, что Россия изнутри не защищена, то есть, российская армия может воевать на линии соприкосновения, но, во-первых, очередной раз выяснилось, что, ну, скажем так, подтвердилось, что у России нет границ укрепленных, у России фактически нет пограничных войск, значит, насчет вот этих кадыровских тикток войск, это было тоже давно известно, что они воевать не готовы, и здесь, конечно, от тех самых, так сказать, достаточно боеспособных чеченцев, которые показывали достаточно высокий воинский дух и высокий боевой потенциал во время освободительных первых и вторых чеченских войн, сейчас кадыровцы к этому не имеют никакого отношения, потому что, во-первых, это уже совсем не те чеченцы, с которыми сталкивалась российская армия в первую и вторую чеченскую войну, это зажиревшие, значит, ставшие там миллионерами вот тикток войска, которые очень дорожат своей жизнью, поскольку есть чем дорожить, у них там все эти золотые пистолеты, они составляют ценности их жизни, и второе это то, что нет мотива, у них нет никакой мотивации погибать за чуждые им интересы Российской империи, то есть кадыров выполняет для Путина очень важную функцию, он контролирует Чечню, ну и в какой-то степени контролирует Северный Кавказ, но вот эта война, война против Украины показала, что Путину рассчитывать на Кадырова именно как на боевой ресурс в этой войне не приходится, ну по-прежнему Путина вполне устраивает то, что Кадыров продолжает контролировать Чечню, но не больше, и здесь ну вот эта вот операция значит в Курской области она это подтвердила на 100% Игорь Александрович, и последний вопрос, вам не кажется, что вот именно смена военных действий, асимметрия, много военных экспертов говорят об асимметрии, потому что войне на территории Украины, когда есть линия соприкосновения, конечно же путинская армия знает, как воевать, это мясные штурмы, мясные штурмы изматываем, авиация работает куда лучше, потому что она есть у них, а здесь вот уже переход на территорию Российской Федерации и дальше вот сегодня прилеты по трем аэродромам ключевым, там где и МИГи стоят, и Су-34, ну это была псена, но вот сейчас именно в контексте Курской операции, вам не кажется, что вот сейчас Путин начнет задумываться, а как бы закончить так называемое СВО, потому что уже война меняется. Знаете, я думаю, что Путин, конечно, может начать задумываться, но вероятность того, что он прекратит эту войну, она крайне невелика, потому что он может сколько угодно об этом думать, но последствия прекращения войны будут для Путина крайне пагубны. что такое Путина прекратить войну, это означает фактически признать свое поражение, ведь единственный способ прекратить войну, это самый простой, Путин может прекратить войну в течение одной минуты, ему достаточно дать команду отвезти свои войска на линию девяносто первого года, все, война на этом прекратится, то есть, ну там дальше будут переговоры о репарациях, о наказании военных преступников, это понятно, но война прекратится сразу, но Путин не может на это пойти, потому что дальше возникнет проблема у него, так сказать, с тем, что делать внутри страны, как ему объясняться, потому что в России проигравших не любят, и Путин прекрасно понимает, что вот в конечном итоге цепочка событий, которая неизбежно последует после прекращения войны, приведет просто-напросто к его физическому уничтожению, поэтому я думаю, что такой опции не существует, Путин будет продолжать войну до тех пор, пока у него будут хоть какие-то ресурсы. Игорь Александрович, спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить важные процессы, в первую очередь операции в Курске и последствия для Путина и Кремля. Я очень надеюсь, что это хоть как-то поменяет, вот мы последним, о чем мы говорили, задумываться не об окончании, а хотя бы о каких-то ну не компромиссах, а разговорах, что-то бы поменяло. Спасибо большое. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Нагадаю нашим горячам, з вами был Игорь Яковенко, оппозиционный журналист. Обязательно подписывайтесь, коментуйте, ставьте лайки и делитесь нашою разговариваю. Меня зовут Игорь Гаврошак, мы с вами побачимось в эфире 24-го канала. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,